Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня мы встречаемся с вами снова на очередном уроке книги Зор. Учим мы с вами сегодня статью «Видение Раби Хия». В нашей книге на русском языке это находится на странице 363. Есть, как вы видите, здесь еще английский вариант. Со мной находится мой товарищ, ученик Саша Козлов. Он сидит на компьютере и ждет ваших вопросов. Все хорошо. Значит, начнем с вами эту статью. Маленькое вступление, как обычно, перед изучением книги Зор. Книга Зор говорит только о внутреннем мире человека, потому что, как вы знаете, мы ощущаем все внутри нас. Если нам кажется мир, что он находится не только состоящим из нас, а еще и снаружи, огромный мир, неживая, растительная, животная материя, люди, человечество, планеты, космос и все прочее, это все рисуется нам в наших органах чувств, внутри человека. А вне человека практически нет ничего абсолютно, кроме, как говорится, какого-то света, высшего света, который мы не ощущаем, а ощущаем только в себе соответствие или несоответствие ему. Вот это соответствие свету или несоответствие свету, и вызывает в нас всевозможные картины нашего внутреннего состояния, которое называется нашим миром. На самом деле, мир – это я относительно высшего света. Так вот, поэтому, когда мы сейчас с вами будем читать книгу Зор, пожалуйста, обратите внимание на то, чтобы думать именно о том, где это происходит во мне. Я вам буду помогать, а вы пытайтесь следовать за мной и искать, ковыряться в себе, где там находятся все эти определения, деления, действия, объемы, предметы, силы, а в принципе все эти явления – это свойства, наши внутренние свойства. Итак, «Видение Рабихия», пункт 49, в русском языке, «Увлярина Книги Зор» – это страница 363. «Распростерся Рабихия на земле и поцеловал ее. Заплакал и сказал, земной прах, насколько ты тверд и бессердечен, скольких ты поглотил, все столбы света великие души поглощены тобой, а самый великий светоч всего мира, светящий, управляющий нисходящим к нем светом, благодаря которому существует наш мир, «Раби Шимон» – это автор книги Зор, «свет всех миров также поглощен тобой, и ты властвуешь в мире прах». Но опомнился мгновенно и сказал, «Не гордись, прах земной, не будут света, чем мира, преданы тебе, и Раби Шимон не поглощен тобой». Я прочел это быстро, а сейчас попытаемся прочесть медленно и посмотреть, что же вообще стоит за этими словами. Немножко чувственно. Как я уже говорил, говорил много раз, внутри на нескольких страницах этот пункт, допустим, как и все такие пункты книги Зор, мною объяснены в каббалистическом языке и в развернутом виде, который вы сможете потом прочесть, текст этот. А мы пока будем проходить его немножко с моими комментариями. Итак, мы смотрим внутрь себя. Распростерся Раби Хия. То есть Раби Хия – это наше какое-то ощущение, которое желает достичь Творца, которое желает следовать за Раби Химоном, автором книги Зор, действительно, человек, душа, которая постигла все. Так вот, это свойство, он хочет себе его найти. Распростерся на земле. То есть земля, как мы знаем, это желание человека. Эрец, арец – от слова «рацион», желание. Распростерся Раби Хия на своем желании. И поцеловал ее. То есть вошел с ней в контакт. Поцелуй – есть два вида контакта. Это Зевугды Насекин, Зевугды Исудот. Вот контакт через поцелуй и контакт через, как бы, половые органы. Одно предваряет другое. Он вошел пока в контакт, он исследует землю, исследует свое желание. Он вошел с ней сначала в исследование, через вот этот контакт, который называется духовный контакт. Не телесный, а духовный. Через дух, который исходит изо рта. И поцеловал ее, вошел в контакт со своим общим желанием и начал его исследовать, как и мы с вами. Заплакал, то есть принизил себя, потому что плач означает малое состояние, слабое состояние. И сказал, то есть начал ощущать, определять, потому что сказал – это значит, что-то выразил, что-то нашел. Что же он нашел? Земной прах, то есть самое низкое состояние желания. Какое оно, самое исконное, самое основное, базисное? Насколько ты тверд и бессердечен, то есть насколько ты эгоистичен? Скольких ты поглотил, то есть сколько желаний, сколько душ, сколько страданий, сколько всего человек тратит на то, чтобы преодолеть тебя и приподняться над тобой, а ты за эти все страдания, за эти все усилия отплачиваешь с тем, что поглощаешь эти души в себе и погребаешь их в себе. Все столпы света, то есть все великие души, поглощены тобой. Это так он видит пока со своего маленького состояния, с плача, с того, что он исследует этот свой весь полный, огромный эгоизм. А внутри каждого из нас огромнейший эгоизм мира бесконечности. А самый высокий свет из всего мира, светящий, управляющий нисходящим к нам светом, то есть души, они находятся в такой иерархии, в пирамиде. И самая высокая душа, которая проводит к нам весь свет, это свет, это душа, которая называется Раби Шимон. Это не человек, мы не имеем в виду человека в Каббале, мы имеем всегда в виду душу. То есть часть этого огромного созданного желания, часть огромного созданного желания, вот здесь вот, допустим, находимся мы, а здесь вот душа, высшая душа, допустим, это Раби Шимон. И она проводит к нам свет, бесконечный свет, на все наши души. А мы вот здесь вот, здесь существует ниже Раби Шимона и все остальные, и все остальные души. Вы можете спросить тут же сразу, Раби Шимон это самая большая душа, а где же остальные праведники великие, где Адам, где Муше, где все эти праотцы Авраамы, Скахьяков и так далее, где же они Раби Шимон, это всего лишь один из каббалистов, из череды каббалистов, он же как-то он самый главный. Дело в том, что мы здесь всегда относительно нас учитываем, кто для нас является самым главным. Для меня самым главным, если маленький я, является мама. Она меня обслуживает, она мне все делает, через нее я получаю весь мир, без нее я никто и ничто. Когда мы вырастаем, для нас уже главными начинают быть другие люди. Мы вырастаем, перерастаем. Так и здесь. Мы с вами маленькие люди пока еще, и для нас тот, кто провел свет, для нас, к нам в наш мир, это Раби Шимон. Это самая великая для нас душа. Мы его поэтому здесь наверху и поместили. Так вот он говорит, самый великий свет из всего мира, светящий и управляющий нисходящим к нам светом, благодаря которому существует наш мир. То есть, что значит наш мир? Мир так существует. Это Раби Шимон существовал, не важно как и что. Но благодаря этому свету, который проходит через него, к нам, благодаря ему, мы обратно можем подниматься и обретать этот свет. Так вот, Раби Шимон также поглощен тобою, и ты властвуешь в мире, спрашивает Раби Хия. То есть, одна из этих душ, которые желают устремиться вверх. Это Раби Хия. Он был один из десяти учеников Раби Шимона, великий каббалист, мудрец. Книга Зор, о нем пишет очень много. Его вопросы, ответы на его вопросы, которые Раби Шимон давал, они в Зоре очень часто встречаются. Но, после того, как он исследовал все свое желание вглубь, опомнился мгновенно и сказал, то есть, раскрыл дальше следующее открытие, «Не гордись прах земной, то есть, нет в тебе этой силы поглотить такие души, не будут света, чем мира, преданы тебе, и Раби Шимон не поглощен тобой». То есть, несмотря на то, что наше эгоистическое желание, оно огромное, оно включает в себя такие пласты, с которыми мы справимся не в состоянии, но достичь исправления, достичь высшего света мы можем, даже если мы с ними не взаимодействуем, даже если мы их не исправляем. Достаточно нам только от них оторваться. Исправление души, оно происходит по такому принципу, что вот если мы возьмем душу, любая душа, она состоит из пяти уровней. Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут. В этих пяти уровнях желания ноль уровня первой, второй, третий и четвертой. Так мы их обозначаем в Кабале. Из этих уровней желания я не могу использовать желания самые большие, третьего и четвертого уровня. Также каждый из этих желаний состоит из-под своих желаний. Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут. Так вот, самые большие желания использовать я не могу. Во всех этих желаниях Зерампин и Малхут я использовать не могу. И сами Зерампин и Малхут я использовать не могу. Видите, сколько мы не можем вообще сделать каких исправлений больших на себе. Самый большой эгоизм мы исправлять не можем. Но мы его можем все равно каким-то образом к себе присоединить. Мы сначала исправляем состояние свое, которое называется Цимцум Алиф. Вот здесь вот мы проведем линию. Цимцум Алиф. То есть, не желаем ничего принимать в себя. То есть, желаем выйти на уровень на уровень отключения от себя сегодняшнего, чтобы подняться на следующий уровень. Для этого надо от сегодняшнего уровня отключиться и подняться наверх. Значит, это условие называется Цимцум Алиф. А затем, что мы делаем? Мы, отключая себя от употребления какого бы ни было света в себе, начинаем исправлять только свои желания, которые находятся вот здесь. Эти желания называются Гальгальта и Эйнаем. Мы пока их обозначим, чтобы нам было просто говорить о чем-то. Так мы их обозначим. Это сокращение. Г-Э. Гальгальта и Эйнаем. Эти желания мы можем исправить. Затем мы можем начинать исправлять отчасти, частично остальные желания. В этих желаниях Гальгальта и Эйнаем мы ощущаем свое Я. Я. А в остальных желаниях я ощущаю вне себя. Мое Я тоже состоит из пяти желаний внутренних сверху вниз и внутри снаружи. Вот. И потом, когда мы исследуем весь мир, кроме себя, ведь все, что я ощущаю, состоит из меня и окружающего мира, то я начинаю подключать к себе остальные части. Насколько могу их подключить и насколько могу их исправить. Частично. Поэтому, говорит Рабихия, что хотя мы и не исправляем вот эти все желания остальные, но все равно мы им не поддаемся, они не поглощаются нами, мы отрываемся от них. Хотя нам и кажется, что эгоизм создан таким страшным, что мы ничего с ним поделать не можем, но мы можем, по крайней мере, частично его не использовать. «Встал Рабихия», пункт 50-й я сейчас читаю, «Встал Рабихия», то есть уже он лежал и плакал на земле, то есть он был полностью как бы распластан на своем эгоизме и не мог ничего с ним сделать, и поэтому плакал, и поэтому лежал, у него не было сил, а теперь он получил силы и встал. Встал, то есть у него существует уже целая его система, как человек называется прямоходящим, то есть есть голова сверху, сначала голова, а зачем уже все тело, решение, а потом исполнение. Встал Рабихия и начал ходить, то есть появилось у него собственное движение, духовное, естественно, а не земное. И все равно плакать, то есть и в этом высоком состоянии, когда он встал, все равно он чувствовал, что он не понимает, он не осознает, он не владеет тем, чем надо. Присоединился к нему еще один его товарищ, так называемый Рабийоси, то есть Рабийхия, одна душа присоединила к себе еще одну душу. Нам Зор показывает, как с помощью нескольких душ, когда мы строим между собой такой симбиоз, такую систему, мы начинаем продвигаться в духовном. постился сорок дней, чтобы увидеть Раби Шимона. Сорок дней. Сорок дней это и есть вот этот вот уровень, Гальгальтейнаем, уровень Бина. Бина. Почему Бина называется? Потому что Кетархухма Бина самый большой уровень здесь, это Бина, второй уровень. Видите, с двух сторон. Так вот, уровень Бина это сорок дней, когда поднимаешься до уровня Бины. Смотрите, какое у него было желание большое. Постился сорок дней, чтобы увидеть Раби Шимона. То есть, чтобы раскрыть ту ступень, которая называется Раби Шимоном. И получил ответ через сорок дней. То есть, раскрыл свое отношение уже к этой ступени, но каков был ответ, что ему все равно, что он не достоин увидеть его, то есть, узреть, то есть, раскрыть в свете хохма, в зрении. Заплакал, то есть, принизил себя еще больше, свой эгоизм, и постился еще сорок дней. То есть, снова на новом уровне, эгоистическом своем, снова сделал тоже исправление. Показали ему видение Раби Шимон и его сын Раби Лазар. Мы будем называть эти имена очень часто, поэтому стоит нам их просто запомнить. Это не персонажи какой-то истории, это уровни, которые таким образом называются. Мы потом будем проходить. Почему они называются Раби? Раб от слова большой. Эл-Азар это Эль, Азар, Эль это как Аллах, как Аллах, допустим, как Эль. Это Творец, и Азар это от слова помощь, Эзра, Бог в помощь. То есть, ступенька, если человек ее постигает, то он там получает помощь свыше. Так вот, он увидел, как Раби Шимон и его сын Раби Лазар, который приспособлен для того, чтобы помочь ему Раби Хе, обсуждают его Раби Хе слова, сказанные им Раби Йоси, то есть, с которым он сейчас соединился. То есть, сейчас на высшей ступени в себе он обнаружил, что есть две силы, которые сейчас начинают совместно работать над ними, над их соединением между собой. То есть, внизу у нас есть Раби Хе и Раби Йоси, соединяющиеся вместе для того, чтобы постичь ступень Раби Шимон и Раби Лазар, и эта высшая ступень в этот момент, когда они пытаются внизу соединиться между собой, им помогает. Мы из этого должны сделать выводы для себя и для своей группы. И тысячи прислушиваются к их обсуждению. Тысячи имеются в виду, можно сказать, тысячи душ, а вообще тысячи это имеется в виду уровень, на котором они говорят. То есть, уровень, на котором находятся души человека, который исследует, душа человека, который исследует в данный момент мир, допустим, принято за единицу, а это на тысячу уровней больше. пункт пятьдесят первый. В том же видении увидел Раби Хия несколько высших больших крыльев, как поднялся на них Раби Шимон и его сын Лазар и взлетели на собрание небосвода. То есть, кроме того, что он увидел свой более высокий уровень, он увидел еще, что с этого высокого уровня следует еще возвышение. И он это возвышение тоже увидел. Пытайтесь в себе каким-то образом ощутить эти ступени. Зоор работает только таким образом, как мы сегодня видим младенца, который изо всех сил пытается разобраться в окружающем мире. Он смотрит открытым ртом, открытыми глазами на мать, на окружающих. Что там происходит? Он ничего не понимает. Он не знает ни одного слова. И он создан таким образом. Смотрите, как мы постигаем наш мир непосредственно, не зная совершенно ничего. Почему мы не можем родиться в этом мире уже знающими, понимающими? Почему не могут в нас сделать так, чтобы влить в нас все знания, все ощущения, чтобы мы в течение пару недель, допустим, или пару дней, или в момент рождения получали все, что для этого мира надо? Животные, они за пару дней достигают своего зрелого состояния. А человеку надо 20 лет, чтобы достичь этого. И все равно мало. Всю жизнь так. Потому что мы не знаем, почему. Мы потом об этом будем говорить. это целая система. А в принципе, мы из этого должны сделать его для нас сейчас очень необходимый. Постижение духовного, оно непосредственно, это так, как младенец, ничего не понимая в нашем мире, открывает рот, глаза, все свои органы, впитывает в себя, пытается руками и ногами, зубами все-все попробовать, удержать, понять. И в течение многих лет так мы должны зубами, руками и ногами уцепиться за то, что повествует Зоор нам. И таким образом мы начнем его ощущать, этот высший мир. Начнем его понимать. Сначала просто ощущать. Вдруг это Раби Хева мне, это Раби Химон, это небосвод, это земля, это я плачущий, это я стоящий, это я лежащий и так далее. Я буду ощущать в себе эти состояния, эти свойства. А затем я начну понимать связь между ними, это больше, это меньше, оттуда я могу подняться, сюда я могу спуститься, для чего, как работает эта система. Так же, как младенец, это, 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 это красное, это синее, это звук, это небо, это высоко, это горячо и так далее. И из этих впечатлений собирается картина мира. Так вот, мы также должны с вами сейчас набираться таких впечатлений, и это пытаясь внутренне просто плыть вместе с повествованием книги Зор. Значит, увидел в том видении Раби Хия, это я сейчас, Раби Хия, и ты, несколько высших, больших крыльев, крылья, это экраны, которые поднимают душу, как поднялись на них Раби Химон и его сын Разар, то есть, более высшей ступени, я смотрю с одной ступени на следующую ступень, которую я еще не достиг своими свойствами, я вижу, как с того, с той ступени еще выше, есть какая-то сила, которая поднимает еще выше, на следующую ступень над ними, и что там происходит в собрании небосвода, то есть, там собираются души, сливаются души, соединяются души, таким образом, что их собрание называется не собранием товарищей, и не собранием великих, и не собранием светочей, а собранием небосвода. А крылья ждали их, пока они там были на этом собрании, а затем вернулись на свое место, на крыльях, и светились еще больше прежнего, больше, чем свет солнца, потому что это было над небосводом. Ну, мы с вами не будем сейчас разбирать, что солнце – это Зарампин, и земля – это Малхуд, и души поднимаются от Малхуд через Зарампин в Бину, которая выше небосвода находится, и там еще выше находится наивысший небосвод, это порцуфарихампин, куда поднимаются вот эти вот особые души на собрание небосвода. Это все мы будем потом ощущать в себе дальше, а так мы пока просто немножко как бы проходим, пробегаем этот материал. Затем, что увидел Раби Хия. Открыл Раби Шимон, то есть открыл вход высшему свету мудрости, свету Хухма, и сказал, то есть раскрыл, что он сказал, да войдет Раби Хия и да узрит, насколько Творец обновляет лицо каждого праведника в будущем мире. То есть с уровня Раби Хия сейчас наблюдаем мы, которые отождествляют себя с Раби Хия, более высший уровень, где Раби Шимон, его учитель, находится, и Раби Шимон говорит о нем же, о Раби Хия, то есть о нас, в том состоянии, когда мы поднимемся. Мы, в принципе, с вами как бы в таком состоянии видим свое будущее состояние. В принципе, это не такое какое-то особое действие. Что значит будущее состояние или прошлое? Оно существует все в записи. Мы ничего не обновляем ни в нашем мире, ни в нашем пути. Мы просто раскрываем то, что существует. Все, что произошло с нисхождением снизу вверх, с мира бесконечности в наш мир, мы поднимаемся обратно с нашего мира в мир бесконечности. Если сейчас происходит какое-то событие в нашем мире, и я его записываю на видеомагнитофон, а затем я его воспроизвожу, то я воспроизвожу прошлое, то есть я как бы иду в прошлое и нахожусь в нем в тот момент, когда я это вижу. А если бы мне кто-то дал бы, передал бы такую же ленту из будущего, то значит я был бы в будущем. То есть все это запись. И поэтому эту запись, как киноленту, которая передо мной находится, я могу по ней путешествовать. Так вот мы путешествуем как бы в киноленте не вдоль, а вверх-вниз, по уровням. Так вот поэтому Рабихия видит себя на этом уровне и видит себя в будущем состоянии. В духовном мире все эти состояния, они находятся в свободном, так сказать, предложении перед душой. Если она в состоянии, пускай раскрывает эти состояния. Так вот, открыл Рабихия, и он сказал, да войдет Рабихия и да узрит, то есть раскроет. Насколько Творец, это высшая уже ступень, Бина, обновляет лицо каждого праведника в будущем мире. Лицо, это значит его раскрытие, его понимание, его постижение. То, что лицо человека, оно излучает свет хохма, свет мудрости. В будущем мире. В будущем мире это всегда следующая ступень по сравнению с настоящей. Я могу находиться в духовном мире на сотой ступени, но эта сотая ступень, если я на ней нахожусь, она называется для меня этот мир. А следующая ступень надо мной называется мой будущий мир. И так каждая ступень относительно другой. Затем, сказал Рабишимон, счастлив, кто придет сюда без стыда. Мы знаем с вами, что такое стыд. Стыд – это осознание получения. Цимцум Алиф произошел в мире бесконечности из-за ощущения стыда. Стыдом называется, когда я сижу перед кем-то, допустим, как в этом примере нашим известным гостя с хозяином. Хозяин предлагает мне всевозможные явства, а я начинаю их пробовать, начинаю ощущать себя получающим, а его дающим. И у меня возникает огромное чувство стыда. Я не могу, я обязан отказаться, не в состоянии ничего сделать. это чувство, которое, в принципе, у каждого из нас есть, надо хорошенько в нем попрактиковаться. Потому что оно руководит нами во всех наших действиях. И чем дальше мы продвигаемся к цели творения, чем больше мы себя исправляем, тем чувство стыда мы ощущаем острее. так вот счастлив тот, кто придет сюда без стыда. Счастлив, кто стоит в том мире, как крепкий столб против всего. Столбом называется средняя линия, по которой мы двигаемся. Когда мы берем весь наш эгоизм, насколько можем взять, не весь, а хотя бы вот эту часть или чуть большую, и начинаем исправлять его в отдачу. В той мере, в которой я исправляю свой эгоизм в отдачу, я начинаю чувствовать весь мир в себе, как мир входит в меня. Поначалу человек чувствует только себя в себе, а затем постепенно и больше, и больше, и больше, исправляя внешние слои своего эгоизма, вот эти вот, находящиеся за пределом Гальгальтайнаем, я начинаю ощущать себя вбирающим все мироздание, я начинаю в себе ощущать мир, то есть то, что мне казалось снаружи, люди, неживые объекты, вся вселенная, растительные, животные части, все это я начинаю обнаруживать в себе, и ни в коем случае не снаружи, а снаружи это просто такая аппликация, как бы копия того, что на самом деле внутри, я начинаю видеть, что мир мой внутри меня, что я его ощущаю внутри своего желания, то, что мы с вами изучали в разделе «Постижение реальности». Так вот, Раби Хия стоит на этом крепком столбе против всего высшего света, и увидел Раби Хия себя на этой ступени, как входит он, а Раби Элизар и все остальные столпы мира, сидящие там, встали перед ним, Раби Хия. Смотрите, какое вообще у него мнение о себе. Но мы говорим о истинном постижении реальности. Поэтому Раби Хия таким образом себя видит, что когда он входит на эту ступень, все остальные поднимаются. Стали перед Раби Хия. Что значит «стали перед Раби Хия»? Благодаря тому, что он поднялся со своим эгоизмом, и они смогли подняться. Он придал этим своим исправлением и соединением с ними еще большие силы и им. И вот все они сейчас стоят на этой высшей ступени. А он, Раби Хия, все-таки, несмотря на то, что сделал такое исправление и дал им возможность встать, восстыдился, вошел пригнувшись и сел у подножия Раби Химона. То есть пригнул себя перед этой ступенью и слился с нижней ступенью, с нижней частью Раби Химона, с его нижней частью этого портсуфа. И когда он это сделал, пункт 53, раздался голос. Опусти глаза, не поднимай головы, не смотри. То есть он увидел, услышал, обнаружил раскрытие. Голос это обратный свет, Орхузер, который раскрывается на уровне света Хасадим, Бины. Потому что есть свет Хухма, свет зрения и есть свет слуха. Два основных источника нашей информации, наших ощущений это зрение и слух. Так вот, в данном случае он не мог ничего увидеть, он только мог раскрыть свое нахождение в слухе. Раздался голос. Опусти глаза, то есть не включай свой орган ощущения, называемый глаза. Глаза это Орхухману, который включается по обратному закону света и кли с Зарампином. То есть нельзя тебе включать вот эту еще ступень Зарампин. Когда мы включаем ступень Зарампин, наш свет достигает уровня Хухма. Когда мы включаем свет Малхут, наш свет достигает уровня Кетер. Не можем мы этого сделать, пока говорит нам эта ступень. Опусти глаза свои, не поднимай головы. То есть голова твоя должна быть на уровне тела, как у животного. Не принимай никакие решения, не смотри. То есть не пытайся раскрыть желания, в которых ты получаешь в себя. Потому что свет мудрости он свет получения. Опустил свои глаза Рабихия и увидел свет, светящий издали. Именно в том, что пригнул себя, кроме того, что сел под нож Рабихимона, и пригнувшись, и склонив голову, и так далее, закрыл глаза еще, и тогда он увидел свет издалека. то есть в своих же желаниях все это он видит. И эти праведники, и крылья, и небосводы, и солнце, и все это в его желаниях все происходит. Внутри желания, как мы видим всю нашу картину мира в наших желаниях. Так вот, увидел светящий издалека свет, то есть из желаний, которые еще не могут приблизить себе, реализовать в себе, но уже они находятся на приближении к тому, чтобы он их начал использовать. И поэтому он видит в них свет, как бы приближающийся издалека. Возник вдруг голос снова на уровне бина, бина это уши, и сказал, высшие, скрытые, замкнутые, имеющие глаза, следящие по всему миру, взгляните, низшие спят, свет глаз их скрыт в зрачках, пробудите их. То есть таким образом он получает свет, извещение и знание, понимание и силу, экран, чтобы ниже своей ступени, этой, которую он видит из своей ступени на более высшей, он видит, что если он там будет находиться, и вот в таком состоянии, если он будет находиться, пригнувшись, перед обещаемым, закрыв в себе все, все те свойства, которые как бы можно было бы раскрыть, он не имеет права, тогда он получает следующее даже указание. Ты должен сейчас заниматься не собой, и не высшей ступенью, и не своим становлением на той ступени. Ты должен заниматься тем, что ты низшими будешь заниматься. Высшие, скрытые, и замкнутые, имеющие глаза, следящие по всему миру, взгляните, низшие спят, свет глаз их скрыт в зрачках, пробудите их. То есть, если ты хочешь дальше правильно развиваться духовно, ты должен обратить сейчас свое внимание с этой высшей ступени на низшие ступени. И относительно себя, и через себя относительно других, потому что не имеет значения, ведь если мы говорим о том, что весь мир находится во мне, кого я исправляю? Себя или других, это одно и то же. Это сейчас, мне кажется, они другие, посторонние, не находящиеся во мне, потому что такой мой эгоизм еще неисправленный вот этот вот. А как только я начну ими заниматься и подтягивать и исправлять их как посторонних, но подтягивать и исправлять их, это значит пытаться отнестись и к ним как к себе, возлюбить ближнего как к себе, я вдруг начну ощущать, что да, они же ближние, они же вообще мои, они близкие мне и вообще это я. Постепенно, постепенно так будет во мне проявляться истинное состояние. И далее говорит голос. Кто из вас, изменивши тьму на свет, кем горечь вкушалась как сладость еще до того, как явился сюда, то есть еще до времени его жизни в том мире. То есть, есть ли среди вас такой, который изменил тьму, которая была в нем, на свет? А что значит я меняю тьму на свет? Это значит, я начинаю ощущать ту же тьму, но как будто это свет. Каким образом? А потому, что мы сейчас находимся с вами в океане света. мы только его не ощущаем, потому что не издаем, не излучаем сами свойства отдачи. Только лишь поэтому мы ощущаем тьму. Нет тьмы. Все вокруг заполнено светом, явлением Творца. Мы это можем ощутить только в мире, в которой от нас будет исходить свойство отдачи, свойство любви. Это значит, кто из вас, изменивший тьму на свет. Когда человек делает экран и потом желает отдавать, вот это желание отдавать, раскрывает ему, что вокруг находится свет. В какой мере? В той мере, в которой я желаю отдавать. Если я желаю отдавать только от нулевого своего желания, я обнаружу свет уровня нефиш, самый маленький. Если я желаю отдавать от более сильного своего эгоистического желания, обнаружу свет более высокий, более сильный, уровень рог и так далее. То есть все раскрывается в моем желании. Если на него есть экран, вот так вот обретая экран на нулевой, на первый, на второй, на третий, на четвертый уровень, я раскрываю свет, а сейчас внутри себя пока, если у меня нет экрана, я ощущаю тьму. кто из вас изменившись тьму на свет, кем горечь вкушалась как сладость? Почему? Если я не обратил ее в сладость уже, почему же она мной вкушалась как сладость, будучи горечью? Потому что я знал, что таким путем я двигаюсь к свету, что если я чувствую где-то плохо или горько, или ложь, или тьму, неважно в каких проявлениях, я знаю, что это мои личные недостатки, и если они раскрываются сейчас таким образом во мне, значит, я их могу исправить. Потому что духовное раскрытие идет по принципу сначала постижения зла в себе до уровня, когда ты не можешь его уже выдержать, а потом по неволе его исправления. значит человек должен ощутить в себе страшную горечь, страшный стыд, страшную тьму, такие, с которыми он уже не соглашается, и тогда он вызывает в себе силы себя исправить. Только таким образом. Значит все эти ощущения я ощущаю тогда, когда я могу их исправить. Если я их исправить не могу, я их не ощущаю как горечь, как тьму, как какую-то любые отрицательные проявления. Я не ощущаю. мне не раскрываются те внутренние глубокие мои желания эгоистические, если я на них не могу ничего сделать. Я их не чувствую. Я чувствую сейчас только то желание, которое, если я исправлю, ощущаю в нем сладость, постижение высшего мира. А более низкие не ощущаю. Так как мы с вами сегодня, что мы ощущаем? Немножечко плохо, немножко что-то давит, что-то неприятно. хотелось бы другого, вот такого-то. И все. Никаких больше давлений особых или никаких больше притяжений к чему-то мы не ощущаем. Только тот маленький уровень, такой ломтик от моего желания я ощущаю, потому что на больше не способен. На больше не способен. Мне его дают и говорят вот над этим работой. Попытайся своим отношением к группе, к учебе, ко всему развить в себе ощущение этого состояния твоего сегодняшнего как нестерпимое, как страшное, как просто непереживаемое. Тогда ты сможешь из него подняться. Только таким образом. Больше тебе желания давать нельзя. Большую тьму ты сам должен ее развить, ты сам должен определить это состояние, даже если оно не очень плохое, как тьма, потому что подниматься вверх надо с желанием раскрыть Творца, достичь свойства отдачи, а не удирать наверх якобы, потому что мне плохо в этом мире. От этого наверх ты не удерешь. От этого ты не сможешь продвинуться вперед. Продвинуться вперед ты можешь только тогда, когда ты желаешь прийти к отдаче, а не удрать от своих телесных земных страданий. Поэтому большее страдание, большее ощущение тьмы нам не дадут. Дадут, но они не будут вести к духовному. Это будет на уровне нашего мира. Просто такие затычки. Тычки. Кто из вас, далее говорит голос, кто каждый день надеялся и ждет света, надеется и ждет света, свечащего, когда отдаляется властитель, когда возрастает величие властителя и называется он человеком царем мира. Кто не ждет этого каждый день, находясь в этом своем мире, нет ему места в том мире. То есть, кто из вас, кто каждый день надеется и ждет света, света, светом является свойство отдачи. Кто из нас надеется на свойство отдачи, которое сейчас придет ко мне, заполонит его, будет им владеть и им управлять с закрытыми глазами, все, что угодно, чтобы только это свойство владело мной, как сегодня владеет мной, без отглядки, безответственно, абсолютно, не считаясь ничем мой эгоизм. кто из вас ждет света, светящего, и светящегося когда, когда отдаляется властитель, то есть Творец специально, как только мы начинаем получать какое-то вдохновение и желание к свойству отдачи, Творец отдаляется, чтобы мы еще больше усилили наше стремление к свойству отдачи, не потому, что мы его ощущаем и поэтому стремляемся к нему, чтобы мы, не ощущая его, беспредметно желали свойства отдачи, желали отдавать, а не потому, что таким образом мы приближаемся к нему, то есть, чтобы свойство отдачи, оно было истинным. Когда возрастает величие властителя и называется он царем всех царей мира, то есть, когда мы начинаем ощущать во всех плохих и хороших путающих нас, всевозможных всевозможных свойствах, явлениях, действиях, что бы ни происходило с нами, его, и не можем тогда понять, как же может Творца, если он всем управляет в мире, исходить такое зло, такие проблемы, такие страдания, так вот, несмотря на это, чтобы возрастало в нас величие Творца. Но кто не ждет этого каждый день, находясь в этом мире, нет ему места в том мире. То есть, здесь нам говорит книга Зор о условиях, тех условиях, которые мы должны соблюдать. Естественно, здесь можно обговаривать их в сферот, в желаниях, которые мы должны обрести, сопоставить их друг с другом, какие души мы должны здесь соединить вместе, ведь здесь говорится, изначально уже должна быть душа на уровне Раби Хия, затем соединенная с Раби Йоси, затем только он видит следующий уровень, постясь 40 дней и еще 40 дней, затем увидит там Раби Жимуна и как он поднялся и спустился, Раби Жимун с Раби Лазаром, то есть следующие две души, практически этот души, Раби Йоси и Раби Хия, которые находятся на следующей ступени, и потом раскрывается им, что они на самом деле должны делать, каким образом они должны себя подготовить, чтобы зайти на следующую ступень, и это для того, чтобы зайти на следующую ступень с одной стороны, и с другой стороны, чтобы распространять, заниматься распространением Кабелы, о чем они говорили раньше, что должен человек заниматься это в предыдущем 53-м пункте, взгляните, высшие, скрытые, замкнутые, имеющие глаза, следящие по всему миру, взгляните, низшие спят, светлые глаза, скрыт в зрачках, пробудите их, то есть ты не можешь подниматься наверх, если ты не занимаешься более низшими душами, благодаря тому, что ты их присоединяешь к себе, ты ведь не чужих присоединяешь, ты присоединяешь свои свойства, ты присоединяешь части своей души, которая тебе кажется от тебя отдаленными, от тебя оторванными, ты вдруг обнаруживаешь, что они твои, и вот начиная присоединять их к себе, ты и получаешь ту емкость, ту огромную силу, ту мощь, ту массу, с которой ты вместе можешь подняться, над которой ты сделал экран, потому что ты соединился с ними, против своих эгоистических желаний присоединил к себе остальные души, оказались это все твое, все твои, и в этом своем увеличенном желании, с этим увеличенным экраном ты поднимаешься на уровень раби-ши-имона, с уровня раби-хия. Пункт 55. В своем видении разглядел раби-хия многих товарищей вокруг тех стоящих столбов. То есть, всю группу, которая занималась с ним, их было 10 человек, которые написали книгу Зоор. И каждый из них представлял собой свойства определенной сферы. Кетер, Хухма, Бина, Хезед, Вурати, Ферет, Неце, Ход, Есот, Малхуд 10 сферот, это 10 товарищей. Раби-шимон, это против уровня кетер, высший уровень, и все остальные под ним, каждый из них представлял собой определенное свойство, определенной сферы. Так вот, в своем видении сейчас разглядел раби-хия своих товарищей вокруг стоящих там столбов. То есть, каждый из них представляет собой среднюю линию, по которой идет вверх. Образует этот столб. И увидел, что поднимают их на собрание небосвода. Одних по другу поднимают, а других опускают. И над всеми увидел имеющего крылья, приближающего Матат. Матат – это особый ангел, который поднимает и опускает все души, который выполняет эти действия, как подъемник такой сильный, который придает нам силы подъема, поставляет нам эти силы, знания, возможности, условия для подъема. Поднимает таким образом нас. Значит, увидел раби-хия в этом своем раскрывающемся далее постижении своих товарищей, находящихся на том уровне, и он уже на том уровне, и как одни поднимаются, вторые опускаются, и таким образом работают вместе все, один относительно другого, все эти десять сферот. Общий этот порцов, общая душа, и над всеми он увидел Матат, имеющий крылья, то есть общий экран, крылья – это общий экран, который их накрывает и который возьмет сейчас их на свои крылья. Знаете, как орел берет своих птенцов на себя, ставит и таким образом несет вперед, так и этот Матат поднимает их на свой экран и сам, поднимаясь со своим экраном, поднимает их на следующую ступень. Так вот, приближается к ним, ко всем, этот ангел Матат. Ангел – это сила, которая выполняет определенные действия в духовной природе. Это не имеющее своего желания, не имеющее своих решений, ничего. Это сила, как в нашем мире, силы притяжения, силы там электростатические, магнитные и так далее, силы природы. Ну, у нас осталось очень мало времени на такие особые вопросы. Вопросов очень много. Значит, мы с вами закончили сегодня на 56-м пункте. Я вам очень советую прочитать не мои даже тут слова, которые написаны между этими пунктами, а сами пункты, которые мы с вами сегодня читали. Из Соединенных Штатов, из Вашингтона спрашивает наш слушатель, как мы должны подчиняться, уступать высшей ступени и с каким отношением это чувство стыда или признательности, благодарности? Что это за чувство? Я об этом очень пишу в своем блоге, кстати говоря. Я очень вам советую. Важнее всего, что бы мы ни делали с вами здесь или на занятиях вы даже в наших присутствовали, это изучение моего блога. Не чтение, а просто изучение. Потому что я пишу там лично. Это единственное, где я пишу от руки сам. Итак, еще раз. Когда человек пытается принять себя перед высшей ступенью, ощутить ее, с каким он отношением подходит? С чувством стыда или с чувством признания признания и благодарность. Нет, мы не можем вызывать различные чувства стыда, благодарности, благовения и там еще чего-то. Нет, мы не можем. Мы должны просто принизить себя перед следующей ступенью. Это значит принять на себя условия природы, на которой ты можешь существовать. Допустим, я хочу подняться на кратер вулкана действующего. Мне говорят, есть такие бактерии, которые живут прямо в этой лаве. Если ты сможешь обрести такие свойства, то ты сможешь подняться и булькнуть в этот вулкан и там побыть. Значит, в духовном такое возможно. Я должен изменить свои свойства, и тогда я смогу подняться на уровень, где находится вот такой духовный вулкан, высший свет. На самом деле, это намного хуже, чем вулкан, для представления. Вот, значит, безропотное принятие условий высшей ступени является условием того, что мы на нее сможем подняться. Значит, надо четко понять, что значит быть на этой высшей ступени, что мне для этого надо, какие силы, какие свойства обрести, с помощью каких сил и свойств действий я могу обрести эти новые силы и свойства, стать, допустим, такой бактерией, изменить себе вот всю, всю, весь мой там всю свою биохимию. Изменить таким образом, чтобы существовать на этом уровне. Это называется отношение к высшей ступени. У нее условия вот такие. И все. Хочешь? Пожалуйста. Вот так. Дальше. Шарон из Лондона спрашивает. Когда человек просит исправления, как он ощущает или идентифицирует ответ, ответную реакцию от системы общей? Она в нем ощущается непосредственно. Он получает ее чувственно, и кроме чувственно, еще и разумно. И в сердце, и в разуме. Виталий из Ульяновска спрашивает. Раби Шимон, душа высокая. Как узнать, что я вообще нахожусь в пирамиде? Есть ли там для меня место? Ну, а чего же ты? Если ты уже смотришь нас из этого Ульяновска, то, конечно, ты находишься в этой пирамиде. Об этом даже речи нет. И все мы находимся в этой пирамиде. В этой пирамиде находимся мы, это не только мы. Ты и я, или там еще кто-то. В этой пирамиде находится все человечество. Абсолютно все. Только кто-то из нас получил уже давление такое, устремление вверх, а кто-то еще нет. Ты получил. Так что, хотя бы на уровень Рабихия, узнавай, что там надо сделать, и поднимайся. А потом и на уровень Раби Шимона. Все должны постичь самый высший уровень. Когда ты к этому будешь стремиться, ты его постигнешь. Никакой преграды ни перед кем нет. Все абсолютно равны. Есть только разница в том, кто первый, кто второй, кто третий. Это в зависимости вот уже от строения общей души. А те, кто выходят последними, они могут обгонять предыдущих. И так пишется в предисловии книги Зоор, что мы, благодаря тому, что самые маленькие, ужасные, последние приходят к исправлению, вызываем самый большой свет. Так что в итоге мы получаем вместо этого треугольника, пирамиды, так называемую, мы получаем окружность. Мы получаем окружность. Все равны. Потому что в общем совершенном теле не может быть такого, чтобы один был важнее или не важнее другого, если это тело совершенно. Совершенно это значит, каждая его частичка имеет абсолютную ценность для всего тела. Без хоть какой-то маленькой частички тело несовершенна. Так в духовном мире. Есть такое правило «Эн мигцад беруханьют» – нет неважного в духовном. Есть много вопросов с просьбой объяснить, что такое поститься. Пост в Кабале. Пост в Кабале это значит я сокращаю свое приятие света хухма или света хасадим. света хухма это свет мудрости, вино, допустим, там, свет хасадим это вода, свет хасадим это хлеб, свет хухма это мясо и так далее. То есть все наши продукты, я не могу сказать, в нашем мире, но в духовном мире весь перечень светов он может быть изображен в виде всевозможных вот таких вот продовольственных наименований. А в нашем мире мы тоже постимся, потому как это каким-то образом дисциплинирует просто человека. Вот когда надо встрясти, встряхнуть себя, тогда всей группой предлагается пост. Этот день он все-таки вносит какое-то немного иное. Мы таким образом созданы ведь животные. Для животных самое главное это питание. Вы смотрите, чем они заняты всю жизнь. Человек не настолько. Но он освободил себя от поисков питания по сравнению с древним человеком. Смотрите, для чего, чем заниматься, какой ерундой. Лучше бы ходил целый день и собирал бы грибы. Так что мы должны понять, что вместо земного питания необходимого для тела только в том виде, в каком оно необходимо для тела, мы должны себя обеспечить, а все остальное должно быть питание высшее. Высшее питание называется ман, как маном, которые питались как бы в пустыне. Вот когда человека пусто, у него нет высшего света, он желает его, тогда устремление к высшему свету, свойство отдачи называется ман, и этим свойством он наполняет себя. Мы на этом с вами прощаемся, я желаю вам всего наилучшего, чтобы книга зор начала ощущаться в вас, и мы как дети будем ее таким образом впитывать, 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 вы увидите через пару занятий, насколько она станет близка и раскроет нам высший мир. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok